Есть такое мнение, что в Калининградской области человек может повысить свой доход, только увеличивая свою трудовую занятость. Это достаточно грустно. А у нас в гостях сегодня великолепный эксперт, президент Союза КТПП Феликс Лапин в студии Балтик+. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, что калининградцам приходится больше работать в последнее время, чтобы обеспечить привычную жизнь? Ну, вот из заданного вопроса или постановочного вопроса, я думаю, что по сравнению с Банановой Республикой, где можно лежать под пальмой и ждать, пока упадет банан, конечно, нам приходится работать. Ну и, соответственно, если вы хотите обеспечить себе соответствующий доход, то, наверное, вы должны работать. При этом не всегда интенсификация вашего труда должна быть, но еще и повышение уровня вашей компетенции и квалификации. Это тоже очень важно. Почему? Потому что сейчас труд, любой труд рассматривается как все-таки связанный с высоким уровнем производительности. Есть еще такое мнение, что в Калининграде мало рабочих мест с достойными зарплатами. Вы с этим согласны? — Если исходить из того, что человек помнит о изменениях, о повышении зарплаты не более трех недель, наверное, у каждого человека есть свои потребности. Если у тебя возникает вопрос увеличения возможностей, то, конечно, это очень хорошо, и у тебя твои возможности находятся с потребностями ровно настолько, до того момента, когда ты увидел, что тебе еще нужно. — Слушайте, это счастливые люди. Не знаю, сколько их сегодня на самом деле среди наших слушателей кто-то согласится. Что происходит с кадрами сегодня в стране в целом, в области в частности? — Я, может быть, сейчас скажу какую-то крамольную вещь, но все же мы находимся сегодня, пока не началась демографическая яма, и пока у нас все-таки население в трудоспособном возрасте достаточно для формирования необходимых трудовых ресурсов. Я хочу сказать, что мы наступили на такие грабли, когда современный уровень подготовки менеджмента привел к серьезной ошибке. Дело в том, что по мнению ряда, не могу сказать, что многих руководителей, но ряда современных руководителей, они рассматривают работников как ресурс. Есть электроэнергия, есть ресурсы другие, материальные ресурсы, нематериальные ресурсы, и есть ресурсы человеческие. Вот подход менеджмента к людям, к ресурсу, который можно в любой момент заменить, там и так далее, и так далее, то есть упрощенный подход, вот он убрал саму суть работы по формированию трудовых коллективов. Ведь все-таки достаточно много было, всегда это можно посмотреть на историю, всегда дифференцированное было уровни оплаты труда в различных сферах экономики. И все-таки там, где руководитель формировал трудовой коллектив, когда люди были лояльны, очень лояльны к этой фирме, к своему заводу, к своей фабрике, к своему там КБ и так далее, и так далее, можно продолжать, и они понимали, что вот работать надо с полной отдачей, тогда будет эффект, достигаться эффект, расти нужно, и руководители обеспечивали вот этот вот профессиональный рост своих работников, там все благополучно складывалось. Да, были случаи, когда у нас происходили остановка предприятий, сокращение численности, это было, но всегда это было связано с внешними причинами. Здесь вот то, как в той позиции, в той трактовке, как вы ее ставите, это все-таки мы получаем сейчас проблему, что не нравится, пожалуйста, до свидания, я себе других найму. Да, ты наймешь на дешевые деньги, но ровно настолько, сколько человек освоит профессию, потом уйдет. Ну, ты вырастешь его для своего конкурента или для другой отрасли. То есть свою работу необходимо любить, и, естественно, нужно, чтобы любовь была взаимной. И прививать эту любовь тем людям, которые разделяют с тобой вот эти вот большую часть суток или треть суток, которые мы находимся на производстве. Феликс Лапин сегодня в студии Радио Балтик Плюс. Говорим о человеческом. Давайте почитаем новости с вашим участием с прошлой недели. Высокие зарплатные ожидания современной молодежи в Калининграде вы отметили на прошлой неделе. И вот по вашим словам, в БФУ выяснили, что первокурсники хотят получать уже до 100 тысяч рублей. Поэтому бизнесу нужно понимать, что на низкие зарплаты уже никто не пойдет. И вот получается, что вот эти новые люди, которые выходят на работу, будут ломать все, что сейчас у нас происходит и требовать высоких зарплат. Так? Вы знаете, я просто себя вспоминаю в 80-м году, когда я окончил, в 81-м году, когда я окончил ВУЗ, уже у меня была молодая семья, и мне дали, первая моя зарплата была 135 рублей, а тогда максимальная пенсия, ну нормальная пенсия при выработке всего стажа была 132 рубля. На рубль меньше, чем пенсия получается? Вот, нет, 132, у меня 135, у меня 3 рубля больше, чем пенсия была. Вот, но единственное, что, с меня еще подоходные брали, с пенсии нет. Поэтому, конечно, в итоге получалась пенсия выше, и я возмущался, думаю, господи, ну пенсионер ничего не делает, ему деньги платят, а я должен за эти деньги работать, а у меня столько всех планов жизненных, мне увлечений, развлечений и так далее. Это то, о чем вы говорите, молодые люди, мне нужно больше, потому что у меня жизнь ярче должна быть, правильно. Все, это вот первое. Конечно, с возрастом ты понимаешь, что ты всего можешь достичь, если ты захотел, уперся, и ты работаешь, и у тебя есть рост, твой профессиональный рост, и с которой еще сопровождается какой-то траекторией карьерной, все это у тебя получается. Ну, не сразу, тут надо понять. Вот, второй вопрос, мы все-таки должны понимать, а что такое оплата труда. Оплата труда – это источник восполнения своих сил физиологических, это источник формирования, создания семьи, обеспечения семьи и так далее, и так далее. И надо всегда смотреть, а сколько это сегодня стоит. Сколько это стоит? Ну, понятно, если вы будете недоплачивать людям, ну, я могу вытерпеть какой-то период времени, но если это не изменится, я буду искать там, где мне хватило бы и на пропитание, и на обеспечение своих жилищных условий и так далее, и так далее. То есть все здесь абсолютно органично, и здесь нельзя там как-то проснуться, о, что это такое, просят, видишь ты, что это они просят больше. Нет, такого не должно быть. Вот какие люди на рынке труда сегодня наиболее привлекательны для ваших коллег? 20-летние, но, так будем говорить, без опыта, или уже не молодые, 40-50, но с опытом? Ну, вот нельзя, опять же, нет таких абсолютно, средняя температура по больнице. Все зависит от того, в какой стадии находится фирма. Если она в стадии развития, мне нужен один-два специалиста-эксперта, которые смогут накачать мою команду. А буду брать, конечно, молодых, потому что мне нужен креатив, мне нужна энергия. В компании это нужно обязательно, чтобы это все двигалось. Можно ли обойтись без высоких профессионалов? Скорее всего, нет сегодня стоимость активов, которыми насыщаются наши производственные предприятия, и они функционируют в той конкурентной среде, без экспертов нельзя. Они должны быть обязательно на работе. Но они должны передавать. То есть ты должен создать такие условия, чтобы эти квалификации передавались молодежи. И молодежь должна расти. Мы говорили с вами о том, что зарплатные ожидания молодых людей, те, кто еще даже учатся, около 100 тысяч рублей. А что с зарплатными ожиданиями вот этих людей, которым 40-50 сегодня? Опять же, у каждого своя жизнь. У кого-то не надо решать проблему ни свою жилищную, ни детей. А у кого-то другая ситуация. У кого-то есть автомобиль, у кого-то нет автомобиля. Кто-то хочет повышенные какие-то возможности, ему необходимы повышенные возможности, потому что у него достаточно высокие потребности. То все зависит только от этого. Многие есть такие категории людей, которые скажут, нет, нет, 4 часа в день и не более. Я больше работать не хочу, и мне это не надо. Мне нужно просто вот... Я хочу работать, я могу работать, но я буду ограниченно работать. И таких тоже немало. Ну, о зарплатах прежде всего в Калининградской области мы говорим сегодня с президентом Союза Калининградской торгово-промышленной палаты Феликсом Лапиным на волнах радио «Балтик Плюс». Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы знаем, что в депрессивных районах Калининградской области, особенно на Востоке, Советск, Неман, там открывается большое предприятие РНРа, в Черняховске открывается даже не одно предприятие. И вот большие производства на Востоке области, люди ждут, что они изменят вот эту вот политику, политику маленьких зарплат. Вот на этих больших предприятиях будут платить больше, и люди думают, что все остальные будут подстраиваться под этот же уровень. Стоит ли этого ждать? Ну, знаете, надо сказать, правильнее было бы сказать, что вот наличие таких крупных предприятий, они уберут необоснованно низкие оплаты, необоснованно низкую оплату труда. Вот это произойдет точно. То есть там, где работодатель необоснованно недоплачивал, то есть там придется подвинуться в сторону трудового коллектива. Заставит почесаться все-таки. Ну да, безусловно, потому что постоянная вот эта вот смена работников, если это не поденщина, да, организация процесса не поденщина, а кадровые работники, поэтому надо, чтобы они умели работать, и им надо платить. Еще раз повторяю, крупные игроки, такие, которые сегодня реализуют там три или четыре проекта на востоке области, это те, которые будут исходить по рынку. То есть рынок труда, это первая оценка того уровня жизни населения, да, и что на него влияет. То есть это очень важный момент такой, когда они будут платить именно для восполнения своих потребностей, которые мы уже говорили, не будем повторяться. Второй вопрос, это все-таки возможности. Мы говорим, то есть вот такое впечатление, что какой-то вот работодатель, да, это мужик с мешком денег, который вот из-за жадности своей, из-за каридности, он просто не любит, он не любит тех, кто на него работает, и он не хочет с ними делиться деньгами. Наверное, это не совсем так, и здесь такой важный момент, это его величество платежеспособный спрос населения. То есть это то, что люди готовы заплатить за твою продукцию. И это очень важный момент, потому что сегодня мы, герои труда России, вручают не тому, кто произвел много, а тот, кто продал. Вот, и тот получил свою награду как в виде прибыли и возможности дальнейшего развития этого предприятия. А на это влияет очень много факторов, и в том числе, вот если говорить о специфике нашей области, это, безусловно, это транспортная доступность. Если раньше у нас это была поставка сырья, была это с запада на коротком плече страны Балтии, поставляли сюда соответствующие ресурсы, мы их перерабатывали здесь, производили ту продукцию, те товары, которые заинтересовали население большой страны или стран Евро-Азиатского экономического союза, мы направляли туда. Сегодня, увы, мы должны ввести сырье из основной территории, причем это не сухопутье, это сегодня задействуется морская часть, а это практически увеличило тарифы перевозки в три раза, вот ни много ни мало, в три раза увеличились издержки на доставку сюда сырья и комплектующих. Соответственно, соответственно, это все легло в цену товара, но еще и нужно же вывести его туда, а это такие же издержки. Поэтому вот тут вопрос, нужно укладываться в цену, в ту, которую у тебя купит потребитель твоего товара, покупатель. Ну и самый, наверное, важный вопрос для всех предпринимателей, которые сегодня используют наемный труд, вот это все-таки повышение производительности труда. Это не такие маленькие инвестиции на усовершенствование своего технологического процесса. Вот если подытожить, все, о чем мы сегодня говорим с вами в студии «Балтик Плюс», это специфическая экономика, так скажем, Калининградской области. Да. Скорее всего, да. В том числе. А вот что является конкурентным преимуществом нашего региона, потому что многие вот просто рвутся сюда на ПМЖ, казалось бы. Местные плачут, а тут рвутся. Ну, это ж всегда так, знаете, как маршрутка, середина июля, маршрутка, которая едет по городу, от нее говорят, слушайте, откройте окна, дышать нечем, вдруг это только открыли окна, слушайте, закройте сквозняк, мне продувь. Обязательно кому-то будет дуть, да. Да, поэтому тут так всегда было, есть и будет человек, который сначала выбирает то, что ему интересно. А интересно как? У нас, давайте так говорить, во-первых, климатические условия прекрасные, второе, это исторические здесь территории очень богатой истории, третье, это то, что здесь может каждый для себя найти возможность своего, там, раскрытие своего потенциала, и в работе, и в учебе, там, и в творчестве, что только у нас нет. Вот, ну и, что ж нам жаловаться, если у нас такая прекрасная инфраструктура, дороги отличные, есть социальная инфраструктура, есть дворцы спорта, есть театры, есть, тут все для жизни здесь, ну и самое интересное, у нас уже сегодня выращивают в открытом грунте арбузы. Ну, представляете, практически сравнились, практически, а по условиям земледелия, так мы уже перешагнули, переплюнули Краснодарский край, мою родину, Кубань. Я никогда в жизни не думал, что здесь... Арбузы будут расти. Ну, не только арбузы, и пшеницы будут урожая получать больше, чем на Кубани. Вот еще такой вопрос интересный, я слышал от многих экспертов, у нас, оказывается, нет престижа рабочих профессий. Вы с этим согласны? Именно у нас в Калининграде. Ну, вы знаете, что такое престиж рабочей профессии? Ну, если вот два молодых человека, да, девушка и парень, вот парню сказать, что я фрезеровщик, там, или токарь, ей она уже не дослушает, какого разряда, и сколько он получает. У нее уже, в принципе, диссонанс будет, да? Вот. Тоже так же, как и швея мотористка и еще что-то. Ну, наверное, это вот... История этого всего заключается, ну, в воспитании и восприятии, да, кто сегодня... Вот у нас же об этих специальностях не ставят фильмы, нет на эстраде у нас нигде, вернее, как-то в эфире у нас нет сегодня, ни дояр, ни дояр, ни токарей, ни фрезеровщиков, никого нет. Максимум водители, да, вот это вот, те сериалы, которые были, это самое. Ну, то есть, этого нет. Ну, разнорабочие на, это самое, на стройке. Ну, что это? Вот, поэтому, скорее всего, речь ведется уже, наверное, ну, надо как-то рабочую специальность называть по-другому, потому что, действительно, и суть их изменилась. Мы недавно были в Калининградском судостроительном... А вот янтарь, наверное. Техникум? Нет. Техникум нет. И смотрели на те полигоны и те станки, которые там были. Это операторы. Это операторы высочайшего уровня. Они работают на микронах, на долях миллиметра, там, тысячные миллиметра обработка, чистота обработки идет. Поэтому, конечно, это не тот замасленный робе дядя Вася, за ухом у него этот самый карандаш или мелок в руке бэчек. Это уже, наверное, абсолютно другие люди. И самое интересное, там, сварщица, вернее, победитель конкурса всероссийского, эта девочка, сварщица, наша сварщица, которая вот сварила на конкурсную работу, у нее была на время, на качество, вот она сварила такую вот самую емкость, которая выдерживала там десятки атмосфер, давления. Ну, вот это вот, назвать ее можно сварщица, ну, вряд ли, да, оператором того агрегата. Нужно истебе в ногу со временем. Конечно, и менять нужно, просто поменяйте. И восприятие изменится. Интересно, у нас с вами сегодня получился разговор, впрочем, как и всегда, и на него не хватило времени. Президент Союза Калининградской торгово-промышленной палаты, как и Феликс Лапин сегодня был в студии «Балтик Бюст». Спасибо, что пришли. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо вам огромное. Ну, и всем остальным найти себя в этой жизни, а все остальное придет само. Позитивный человек, спасибо.